Накануне из жизни ушел Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, ставший символом столичной клубной жизни середины нулевых. Похороны Павла организует бывшая жена Анна, с которой Пичугин смог сохранить теплое отношение. У Павла и Анны есть общая дочь Полина, пара рассталась, когда-то и не было и двух лет. После развода Пичугина вышла замуж за футболиста, родила от него сына. Но и этот брак не сложился. Паша помогал материально не только своему ребенку, но и поддерживал сына Анне от другого мужчины, рассказал близкий друг Фейсконтроля, адвокат Александр Бенкин. Во вторник Пашу похоронят. Похоронами будет заниматься его бывшая жена. Сейчас все неравнодушные стараются помочь материально. Еще у Паши осталась 80-летняя мама. Последние годы жизни Павел мало работал, но благодаря сложившемуся образу, ему вполне хватало на жизнь. Вся клубная Москва его очень уважала, владельцы ночных заведений прилично ему платили как промоутеру. Отмечу, что он вел здоровый образ жизни, не надо вестись на поводу услухов. «Минимум по два раза в год катался на горных лыжах. А летом на море плавал, нырял, его брали всегда с собой в тусовку на яхты и на горнолыжные курорты. Он был очень добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь», — отметил Бенкин. Напомним, 38-летнего Павла Пичугина не стало в результате тромбоэмболии, которая возникла после операции на ноге. По словам медиков, смерть была мгновенной. Родные и друзья Паши все еще не могут поверить в трагедию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова